Губернатор Приморского края на совещании в Москве высказал предложение по созданию лучшего льготного механизма для инвесторов. По словам главы региона, при создании международной территории опережающего развития в Приморье нужно опираться на положительный опыт других государств. Состоялось в Государственной Думе заседание под руководством заместителя председателя Государственной Думы Яровой Анатольевны, где были приглашены все министерства, кто определяет в дальнейшем суть и характер развития международной территории опережающего, развитие те преференции, которые должны привлечь новые технологии. Озвученные предложения касались безвизового порядка, въезда инвесторов и работников МТОР, валютных операций, отсутствие экспортных ограничений, валюты уставного капитала, налога на недвижимость, НДС и НДФЛ. Безусловно, мы создадим все условия, чтобы такая территория по поручению президента была создана в Приморском крае. Это даст возможность реализовывать самые современные, самые высокотехнологичные проекты, которые могут позволить увеличить объем производства и решить сегодня задачи, в том числе поставки импортных комплектующих и машинных механизмов. Поэтому эта работа сейчас будет продолжена и перед вторым чтением войдут те поправки, которые позволят создать наиболее льготный механизм по поручению президента, который позволит привлекать инвесторов из зарубежных стран, который позволит и нашим инвесторам работать уже в рамках международных стандартов и в рамках международных правов. По словам Олега Кожемяка, на 9-м Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин поручил создать первую международную ТОР в Приморье. Глава государства призвал Госдуму России ускорить принятие закона о международных ТОР в России. Юлия Рокотская, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.